РАЗБОЙНИКА В ходе предварительного следствия установлено, что двое жителей села Родники, один из которых является несовершеннолетним, совершили разбойное нападение на малознакомого мужчину, в результате которого похитили у него сотовый телефон и причинили телесные повреждения, а именно перелом ребра, который квалифицируется как легкий вред здоровью. Сейчас уголовное дело в прокуратуре для утверждения обвинительного заключения. Суда криминальный дуэт дожидается в разных условиях. Несовершеннолетний под подпиской о невыезде, более старший фигурант под стражей. Наказывается такое злодеяние лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 миллиона рублей. А сейчас к другим событиям. В день защитника Отечества следственная оперативная группа выезжала по сообщению о погибшем мужчине. 23 февраля в дежурную часть полиции из Тахтуева поступил сигнал, что мужчина, пропавший с радаров, 22 числа найден мертвым. По приезду на место происшествия следователям был произведен осмотр квартиры, в ходе которого был обнаружен труп мужчины 1991 года, который покончил жизнь самоубийством через повешение. В настоящее время причины произошедшего устанавливаются, производится персональная проверка, по результатам которой будет принято решение. К событиям в других городах. В одном из судов краевой столицы приступили к рассмотрению уголовного дела группы наркозбытчиков, в числе которых была и супружеская пара. Подробности далее. Руки назад. Полиция. Управление наркоконтроля. Руки назад. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков краевого МВД задержали супружескую пару в одной из аптек Перми. За что задержанное? Знаете? Да, знаю. Проясните, пожалуйста. У меня в пакете сейчас 200 грамм должен примерно. Меф называется. Это что такое? Как думаете? Ну, наркотики. В ее обязанности входил сбыт наркотических средств в объемах около полукилограмма за один раз. То есть объемы были гигантские. Оперативники установили и задержали 9 человек, связанных общим незаконным промыслом, которые распространяли наркотики в Перми и Омской области. Закладчиками были в основном молодые люди в возрасте до 25 лет. Один из фигурантов заключил досудебное соглашение. Его дело будет рассматриваться в особом порядке. Дело в отношении оставшихся 8 членов организованной группы также направлено в суд для рассмотрения по существу. И завершим рубрику кадрами с камер наблюдения из березняковского магазина «Одежды». Там сотрудники задержали вора. Ранее судимый 36-летний березняковец на этих кадрах сейчас совершит покушение на кражу. А покусился он на кроссовки ценой свыше 6000 рублей. Но на выходе сработал звук металлорамки и он бросился бежать. Продавцы догнали злоумышленника на улице и удерживали его до приезда полиции. Несмотря на то, что кроссовки вернулись на стеллаж, уголовное дело против визитера полицейские все равно завели. На этом рубрика завершена. До встречи в большой итоговой программе ЧП Соликамск. В субботу в 19.00 в нашем эфире вас ждет еще больше скандальных и резонансных тем. Меня зовут Антон Старостин. До свидания. Продолжение следует...